Добрый день, уважаемые подписчики и гости моего канала. Продолжим разбирать все нелепицы, которые сразу видны, лишь только мы принимаем за правду монголо-татарское нашествие. Этот свой рассказ я начну с очередного несоответствия того, что нам говорят историки, и обыкновенного здравого смысла. Что поражает во всей этой ситуации, так это взаимоотношения Орды и Руси. Уж очень они не похожи на отношения разгромившей и разгромленной страны. По словам известного историка Гумилева, собравшего огромный материал по этому вопросу, взаимоотношения Орды и Руси можно назвать симбиозом. Я думаю, что не нужно объяснять значение этого понятия. Да вы и сами вспомните о самых известных фактах дружбы побежденных и победителей. Например, всем известно, кто был побратимом Александра Невского. Ну а кому неизвестно, я напомню. Побратимство, сей ритуал был распространен у кочевников Средневековья, сына Бату Сартака и русского Александра Ярославича, ставшего затем Невским. Действительно, в книгах Льва Гумилева сей посыл неоднократно читается. К примеру, в книге «Древняя Русь и Великая Степь», Санкт-Петербург, Кристалл, 2001 год. На странице 482 читаем. В 1251 году Александр приехал в Орду Батыя, подружился, потом побратался с его сыном Сартаком, вследствие чего стал приемным сыном хана и в 1252 году привел на Русь татарский корпус с опытным наеном Неврюем. Причем не стоит забывать, что, по словам тех же историков, татары нигде на покоренных землях себя так не вели. Там они были классическими завоевателями. Что же изменилось в них с приходом на Русь? Ведь случай с Александром Ярославичем далеко не единственный. Сплошь и рядом встречаются упоминания у того же Гумилева о дружбе и побратимстве Русичей и татар. Еще один немаловажный факт. В те времена у каждого человека было как минимум два имени. Первое – это данные при рождении и хранившиеся в секрете. И второе – это уже мирское общеупотребительное имя, которым и назывался человек в повседневной жизни. А еще были прозвища. И вот как в этом сплетении понять, где упоминается Рус, а где татарин, в дошедших до нас летописях? Так где кончаются русские и начинаются татары? И наоборот. А нигде. Шокированы? Русь – это и есть Золотая Орда. Вернее, Золотая Орда – это часть Руси. Да-да, та часть Руси, которая находилась под рукой потомков князя Всеволода Большое Гнездо. Получается, что пресловутый симбиоз – это не до конца вывернутое наизнанку отражение реальных событий. Мы уже с вами пришли к определенным выводам. Первое – это то, что никакие кочевые племена на Русь не приходили, и никаких монголов на Руси видом не видывали и слыхом не слыхивали. Второе – раз эти татары и русы так сплелись между собой, что не отличишь, то сам собой напрашивается вывод – Русь и Орда – это одно целое. И никогда по-другому и не было. Как отмечает Михаил Николаевич Задорнов, корни многих иностранных слов – славянские. Причем сохранились славянские слова лучше всего в польском и литовском языках. Так вот, значение слова Орда в польском языке – это огромная армия. Именно армия, а не толпа пастухов с луками. Ведь никого не обескуражит выражение Орда шведов или немецкая Орда. Сразу на уровне подсознания понятен смысл этих слов. Шведская или немецкая армия – организованное войско. А что вы скажете на то, что в современном казахском языке Кызыл Орда – это Красная Армия? Согласитесь, что картина Орды как единого государства русских и татар Выглядит гораздо логичнее монголов, кочевников. Ну или на крайний случай не государство, а объединенная армия. Известно, что князь Ярослав Всеволодович, а позднее его сын Александр Вели жесточайшую борьбу за господство над всеми русскими землями. Видимо, их армия – Орда, и послужила тем прообразом захватнической наземной армии. К тому же в этой армии и правда было много татар. Так а что за татары? Упоминаются татары у Стройковского, как один из славянских народов. И печенеги, и половцы, и отвяги – есть та же Литва, разве что имеют в наречии своем некие отличия, подобно полякам и россиянам. Вот так он писал. Но вернемся к гипотезе, что Русь и Орда – это часть одного целого. Раз так переплетены между собой судьбы людей, русских и ордынцев, раз истории Орды и Руси тесно связаны, то невольно напрашивается вывод, что и цели у Руси и Орды должны быть общими. Попробую это утверждение обосновать. Вам не кажется странным, что появление Батыя на русских землях поразительным образом совпадает с пиком междоусобиц на Руси? По утверждению одного из виднейших историков конца XVIII века, профессора Владимирского Буданова, в начале XIII века дробление княжеств на Руси достигло крайней степени. Произошло это вследствие перепроизводства князей. О, как загнул. То есть князей расплодилось очень много. И в первую очередь потому, что старинный принцип наследования стола по старшинству перестает работать, перестает действовать. Объясню почему. Рюрикевичи к XIII веку были князьями во всех землях. Это понятно. У князей было много перспектив погибнуть, так как князья в то время участвовали в различных сражениях лично. Ну, вспомним поход Олега к Царьграду. Это тоже понятно. Еще добавлю, что женили своих детей и выдавали замуж довольно в юном возрасте. Из всего этого могла сложиться ситуация, что старший сын князя являлся законным наследником, но до той поры, пока у того же князя не рождался брат, а такое вполне могло произойти, если учесть все вышеперечисленное. И тогда в случае гибели князя престол наследовал по праву старшего младший княжий брат. А как же сын? Тут обязательно находились сторонники и одного, и второго, в зависимости от того, кому и что выгодней. Но это один из возможных случаев начала внутренней вражды и раскола. При желании можно еще десяток причин привести. А в результате князей получилось значительно больше, чем княжеств. Вот и отхватывали они себе куски от родительской водчины и именовали их тоже княжествами. Так и происходило вот это дробление. Если объединение это в большинстве своем синоним усиление, то дробление это ослабление. Это не мои домыслы. Это так оно было на самом деле, о чем свидетельствуют летописи тех лет. Еще началось наследование по завещанию. И тут, конечно, опять находились множество обделенных, что тоже служило поводом для начала междоусобных войн. Было еще княжение по выбору, отнюдь не добавляющее мира. Брат шел на брата, а дядя на племянников. Города захватывались по нескольку раз за короткое время. Все это сопровождалось насилием, убийствами, казнями и грабежами. И вот именно в это время появляется хан Баты. Ну и наводит порядок. Всех строит и раздает всем, ну, сами понимаете, что. И это абсолютно всех касается. Кроме князей суздальских потомков. Всеволода большое гнездо. Неужели это не странно? Да и сам факт, что татарам вроде бы как и больше и делать нечего, как наводить порядок на Руси. Вот наказывают они князей, которые пытались опять развязать локальные конфликты. Причем это опять происходит только на Руси. И якобы татарам дела никакого нет, что творится в других завоеванных ими землях. Просто явная какая-то нелепица. Они, татары, озаботились даже созданием новой системы великого княжения. И следили за строгим ее исполнением. Оно им надо было. Это ж бред какой-то. Полный бред. Ну, настало время мне прерваться. А то вы уже, наверное, слушать меня устали. Окончание разгрома версии о нашествии злых кочевников в следующем ролике. Он уже тоже скоро выйдет. Подписывайтесь на мой канал. Он заставляет думать. А дальше будет еще интереснее. До свидания. Мир вашему дому. До встречи.